шалом всем и мы будем работать в странном как бы порядке сегодня мы начнем с начала нашей порции торий и мы будем двигаться к началу каждый из вас вы будете работать здесь как библейские агенты как вы будете как агенты или как вы будете делать как бы личное изучение и все что вы должны делать это как бы различать два цвета красный и синий и я вам даду как это делать и вы будете делать эту работу и это очень интересная глава который мы будем и она будет говорить как бы о чем есть как бы личность или сущность бога и из чего она состоит и вы увидите это все и мы не будем оттуда начинать мы будем заканчивать там давайте пойдем к концу ваших глав бытье 21 глава первый стих и это все просто чтобы подготовиться к драматическим как бы происшествиям которые происходят в двадцать второй главе прошлом прошлом прошлой неделе пастор марк учил порцию торы и это было лег лиха и лег лиха это и это как бы значит не не делая никакой ошибки когда когда бог ставит очень трудная как бы миссию человеку и бог понимает что это очень тяжело человеку это как бы делать но бог не оставляет место для ошибок от человека в прошлой неделе он говорил ему ух лих лиха уйди а с твоей земли мимо до лиха это с твоего места как бы с твоей жительства с твоего дома своей родины а с твоей страны с твоего места рождения и даже с дома отца твоего так что здесь как бы не можно сделать ошибку потому что он три раза повторяет то же самое почти что так что бог ему говорит возьми свои вещи ты уйдешь другое место в другую землю это очень тяжело даже если вы пойдете может на отдых в какую-то странную ну в страну новую для вас то это может быть как бы тяжело но он не шел на отдых он не шел как бы на полностью переселение смотрим в двадцать первом стихе ибо и призвел господь на сару как сказал и сделал господь саре как говорил сара начала и родила аврааму сына и я вы старости его во время о котором говорил ему господь бог и нарек авраам имя сыну своему родившись ему у него которого родила ему сара исаак и почему здесь повторяется то же самое как бы два раза это может быть как бы само понятно что сын это кто-то кто родился тебе так что не делай ошибки здесь три раза повторяется как бы то же самое родившись а сына своему родившимся у него которая родила ему сара исаак и назвали его так что три раза повторяется то же самое как бы идея чтобы не было никакой ошибки и обрезал авраама исаака сына своего в восьмой день как заповедовал ему господь авраам был ста лет когда родился у него исаак сын его и сказала сара смех сделал не бог кто не услышит обо мне рассмеяется и сказал так что так что когда бог сказал ешь раньше которые мы пропустили но в раньше главе когда на предыдущей главе когда бог искал что у ее будет сын она как бы она не вслух смелась но она к себе смелась она и она думала как как это может быть что у меня будет сын в старости мы и бог говорите почему ты посмеялась но она не смелась вслух она просто смелась внутри и и просто как бы мы туда как как она думает что что бог не знает как бы ее мысли это как бы такая ситуация она такая ситуация где она знает что бог видит что она смеется но здесь она поменялась а здесь она и сказала сара смех сделал мне бог кто не услышит обо мне смеется так что в еврейте здесь не написано что будет смеяться как бы с ней когда мы смеемся с кем-то это когда когда мы смеемся с кем-то тогда они сделали хорошую шутку или что-то но есть разница между смеяться с их с кем-то и смеяться над кем-то и здесь это разница которая только на иврите понятно в седьмом стихе и сказал кто и сказала кто сказал бы аврааму сара будет кормить детей грудью ибо в старости его я родила сына дитя выросла и отнято от груди евраам сделал большой пир в тот день когда отнят был от груди и увидела сара что сын агарии египтянки которого она родила аврааму насмехается так что сын агарии как бы насмехался над над сыном сары и сказал аврааму выгони эту рабыню и сына ее ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим исааком и просто видно это это как бы гнев который у сары и авраам тоже про это как бы не рад и в глазах авраама это было очень тяжелая как бы ситуация ему и показалось это аврааму весьма неприятным ради сына его но бог сказал аврааму не огорчайся ради отрока и рабыни твоей во всем что скажет тебе сара слушайся голоса ее ибо висаки наречется тебе 7 так что сара была женой а как бы другая агария она считалась можно как бы рабыню так что так что сын агарии не смог бы иметь то же самое как бы права то же самое наследие которое сын сары имел исак что конечно исак как бы был первым так что бог здесь говорит авраам слушал слушай свою жену слушай что она говорит и так что здесь поговорить как бы из сына рабыни сделаю ли я на нацию авраам стал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал агаре положив ей на плечи и отрока и отпустил ее она пошла и заблудилась в пустыне вирсавии так что она здесь уже в пустыне можно сказать авраам его просто отпустил в пустыню это конечно как бы жестоко и не стало воды в меке и она остановила отрока под одним кустом и пошла села вдали и расстояние на один выстрел из лука ибо она сказала не хочу видеть смерти отрока и она села против против и подняла вопль и плакала и услышал бог голос отрока и ангел божий с неба возвал агаре и сказал ей что с тобою агарь что с тобою агарь не бойся здесь к замете что в это не бойся бог услышал голос отрока оттуда где он находится встань подними отрока и возьми его за руку ибо я произведу от него великий народ так что опять есть бог защищает и это не раз мы видим библии что бог использует как бы самых слабых чтобы сделать самые большие обещания из самых слабых детей которые ну здесь отрок может умереть а бог говорит я из него сделаю великую великий народ я бог открыл глаза ей и она увидела колодец с водой и пошла наполнила мех водою и напоила отрока и бог был с отроком и он вырос стал жить в пустыне и сделался стрелком из лука он жил в пустыне фаран и мать его взяла ему жену из земли египетской и это понятно потому что агарь одна сама была из египтянкой и она тоже нашла своему сыну жену которая египтянская так что он теперь 2 3 как бы египтян как бы дети его и было в то время а вималех с филохом военачальником своим сказал авраму с тобою бог во всем что ты не делаешь и теперь поклянись мне здесь богом что ты не обидишь не меня не сына моего не внука моего и как я хорошо поступал с тобою так и ты будешь поступать со мною и землею в которую ты постишь так что вималех это здесь который здесь есть вы помните эту историю которую он почти взял жену аврама но это уже позже будет и сказал авраам я клянусь и авраам упрекал авималеха за колодец с водою которые отнял отняли рабы авималеха и так что они сделают здесь как бы у них есть я как бы быстро пропускаю здесь а вот там есть семь овец и он называет это место бершеба это значит колодец с 7 и сейчас там большой город это третий самый большой город в израиле так что с чего значит 7 но это также значит чтобы как бы сделать как бы как бы клятся и они сделали как бы этот договор этот завет и а этот и они были филистимлянами этими людьми с которой авраам сделал этот этот совет и насадил авраам при версаве рощу и призвал там имя господа бога вечного и жил авраам в земле филистимской как странник немногие газа сегодня это был с центром земли филистимской это было как бы их их не их не главный город их не капитал в быте 22 главе и то есть ключ это как бы ключевая глава чтобы понять многие вещи помните в прошлой неделе лихиха было как бы в три раза такое уйди из твоей страны земли отца твоего с места рождения твоего это как бы это в три раза как бы он говорит нет не делай ошибку и здесь он даже дальше идет чем это вы сын который рождается с очень как бы большой как бы с трудностью и мать была очень стара сара и авраам также был очень старый но этот сын родился и какие шансы что это случится опять это уже был и так очень низкий шанс что это первый раз случилось и с самого начала бог обещает аврааму что у тебя будет как бы великий народ из тебя и все вот эти обещания обещание обещание и смотрите что происходит здесь и было после всех происшествий бог искушал авраама как бы искушал это значит что бог не бог проверял а верность авраама и сказал ему авраам он сказал вот я и стих 2 бог дает ему очень почти невозможную миссию которую он должен делать как бы выполнить бог сказал здесь очень неправильное слово возьми сына твоего возьми сына твоего это очень как бы жестокие как бы просьба но на иврите нету как бы такого это этой жестокости на иврите есть ках на нету никакой когда бог обрет на иврите ках на это значит пожалуйста возьми это не значит сейчас возьми или из как бы потому что это как бы жестокая очень большая разница что здесь если севрита переводить то бог говорит пожалуйста возьми сына своего бог использует слово пожалуйста человеку подумайте об этом бог знает какую как бы тяжелую почти невозможную вещь он будет просить у авраама и он он как бы он как бы мягко это просит как почти что он как бы и ставит руку на плечо авраама и говорить пожалуйста сделай это для меня вы видите как бы что сердце божье она очень как бы видно когда мы 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 с мы читаем это в еврите видите видите очень великую эту разно как бы очень большая разность но у бога есть очень четкая как бы миссия для авраама и он говорит возьми сына твоего как нам их на единственно твоего единственно твоего единственно твоего я только есть один сын сейчас до другого уже нету но бог очень четко говорит он говорит единственно твоего ну это только два раза он сказал он еще третий раз повторяет которого ты любишь возьми сына твоего единственно твоего которого ты любишь и потом если это недостаточно он еще говорит имя его и сака это в четыре раза не делал он как бы повторяет чтобы не было ошибки и сака здесь уже никак не можешь убежать от этого ты не можешь взять ни того сына ты не можешь как бы притвориться тупым или что ты не понял бог так говорит четыре раза повторяет и он говорит и пойди в землю мария и и и я не помню я не знаю себе пастор марк объяснил это но легких а это очень это очень тяжелая как бы просьба чтобы человек бросил все в старости своей и пошел другую землю и здесь опять видим это слово легких а и опять она как бы она как бы успокаивающая как как бог это говорит он как бы он не говорит это жестоко но он очень мягко это говорит как будто он ставит руку свою на плечо авраама и иди видите на английском просто не можно перевести это легких а этот нюанс этого слова бог сказал возьми сына твоему единственного твоего которого ты любишь исаака и пойди в землю мария и там принеси его во все сражения на одной из гор о которой я скажу тебе вау подумайте аврааму имея в этом возрасте все эти обещания которые бог ему дал и уже как бы и теперь бог ему просто говорить нет я хочу чтобы ты взял этого сына и и как бы убил его принес его всесожжение авраам 3 стих авраам стал рано утром оседлал осла своего взял с собою двоих из отроков своих и исаака сына своего наколол дров для всесожжения и встав пошел на место о котором сказал ему бог и он пошел на одну из этих гор на третий день авраам возвел очи свои и увидел то место издалека и это как бы гора мария это очень важное место в иерусалиме и сказал авраам отроком своим останьтесь вы здесь он он не говорит отстаньте здесь ослом а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам что опять авраам не говорит им правду авраам знает что он не будет этого делать что что его что его цель это будет чтобы придать сына своего всесожжения но он это не говорит им говорит ну мы идем прославить бога им и мы вам возвратимся но он знает что не его миссия взял авраам дрова для всесожжения и возложил на исака сына своего взял в руки огонь и нож и пошел и пошли оба вместе и пастырь марк это очень интересно это объясняет можно спросить как сколько лет вы думаете было исаку когда это случилось он не был маленьким как бы мальчиком пастырь марк говорит что а из контекста можно подумать что ему где-то 30 лет исаку и он очень хорошо понимает что происходит и может быть он знает как бы мы точно по контексту не знаем если исак знал и исак говорит отцу говорить о раму отцу своему и сказал отец мой он начал вот я сын мой он сказал вот огонь и дрова те же агнец для всесожжения мы здесь все все готово и мы идем на всесожжение но у нас даже нету овцы агнца и и и это и авраам сказал бог усмотрит себе агнца для всесожжения сын мой так что я это переводится на джайра вы слышали это слово это значит бог усмотритель как бы значение но здесь в этом контексте нету так что все слова есть ер эй бог усмотрит но видите когда что происходит когда нету как бы знания контекста то перевод как бы не полностью правильно звучит даже как слова а капернаум есть фар и есть ахнахум так что ты что это слово капернаум это вообще-то есть пар на ум это это переводится как город но на маума так что всем как бы уважением к греческому языку вам надо смотреть на как бы понимание еврейского языка а не греческого чтобы правильно переводить старый завет ер эй ло это также значит покажет как бы покажет себя и шли оба вместе и пришли на место о котором сказал ему бог и устроил там авраам жертвенник разложил дрова связав сына своего исаака положил его на жертвенник наверх дров и что иса говорит через его как бы всего этого пробовать ли он как бы ну спрашивать что ну что ты делаешь а если ему было 30 лет он был бы сильнее чем его отец наверное его отец уже старый очень и мы как бы ничего не знаем о вере исака как бы в это время но он как будто соглашается со всем что происходит и это как бы мы это не знаем и простер авраам руку свою и взял нож чтобы заколоть сына своего и многие люди имеют этот моральный вопрос у нас есть как бы принципы с которыми мы вырастены и наши как бы поколение это это те которые будут как бы продолжать наше имя и и может ли как бы этом это ненормально попросить как бы отца чтобы убить сына своего и например когда при приносят жертву животных то богу нужны эти животные нет это как бы просто это более как знак или показание что за грех должна быть кровь и даже написано что как бы что что этот запах это арома от этих жертв и конечно богу не нужен этот это так бы запах этих жертв но причина почему это это нуждается бог главное как бы значение этого когда говорят мы не под законом это что когда мы говорим мы не под законом мы имеем ввиду что мы уже не приносим жертву вещи как бы животных или овец коров но это не значит что мы не все равно должны за как бы заповедовать все законы которые бог поставил даже в старом завете и почему мы слышим как бы это когда люди говорят о законе что о закон как бы страшный закон 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 это это хорошо и это и это это не правда чтобы сказать что мы свободны от всех законов это как бы закон жертвоприношение конечно он уже закончен и даже некоторые люди говорят как бог любит животных и если он их сотворил он их любит но потом он говорит людям идите убирайте убирайте убивайте их чтобы я как бы что запах этот арома и идея есть что это свое это это твое животное она принадлежит тебе но ты даешь богу жертву и и теперь что неправильно даже говорить а даже это лакас это неправильно ты что когда бог желает жертвоприношение то это в гречески называется холокастос этот что-то по-гречески это что-то что-то что бог как бы что бог желает так что это неправильно использовать это слово когда говорить о истебление евреев в германии потому что бог этого не хотел и в греческом это слово холокастос переводится как жертва которую бог хотел так что помните что это неправильно и это неправда использовать слово холокастос когда говоря о истреблении евреев во время второй мировой войны и продолжаем он взял нож чтобы убить сына чтобы заколоть сына своего и и здесь я в зеленом а как бы подчеркнули вы увидите здесь есть слова в зеленом и одно очень как бы удивительно мы ставим зеленое где слово должно быть это не это мы не меняем библию в библии в переводе марка лица мы ставим слово где оно должно быть чтобы когда вы читали по-английски вы понимали получали полную историю и не как бы не неправильно как бы переведено пойдите на давайте возвратимся к окей бытие 18 это четвертая страница которую вы имеете извините бытие 19 18 стих и посмотрите на ошибку в английском и просто чтобы понять как вещи ему как слова могут быть искажены неправильным переводом в красном красные слова они как бы они они в множественном роде а другие слова в единственном посреди 18 стих но вот сказал им нет владыка как он может сказать им владыка это одно множественном роде а другое в единственном и это будет в переводе марк-блица библии будет правильный перевод здесь так что возвратимся у нас еще чуть-чуть времени где мы были 22 главе 11 стих но ангел господин вызвал к нему с неба и сказал авраам авраам он сказал вот я хинени это три слова по-английски или по-русски так же а на еврейском это только одно слово хинени это просто значит как бы слово готовности что я готов и вы это будете видеть если вы будете читать как бы например их пророк исаи когда бог что-то говорит о пророку то пророк отвечает хинени это как бы я готов я здесь и то что это есть перевод этого слова то что хинени есть слово которое каждый пророк говорил и бог называет авраама пророком что это не только значит вот я это не только местность как бы как бы исповедовать что вот я в этом геоге а как бы позиции на вот здесь но это также значит как бы их от тонность что я есть готов и что я готов слышать я готов делать я готов вам как бы как бы следовать бог не просто говорил вот я не вижу тебя где ты и он и пророк отвечал а я здесь не по это как бы было более как бы ответ что и я готов и что здесь написано воен мир значит так же готов и написано аннил сказал не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего ибо теперь я знаю что боишься ты бога и не пожелал сына твоего единственно и не пожалел сына твоего единственно сына твоего для меня и я об этом уже говорил в записи про котором вы будете слышать иса это значит поднять это значит поднять это также является когда мы говорим о молитве что на иврите даже нет нет такого слова чтобы сказать слово боже только есть слово чтобы поднимать имя божие как бы это в как бы таком прославлении и его звал авраам очень свои и увидел и вот позади овен запутавший в чаши рогами своими и потом авраам назвал вместо этого йога и гава ире и это значит что бог покажет бог видит и гава ире и посему ныне говорится на горе и иоговы усмотрится и вторично вызвал к аврааму ангел господин с неба и сказал мною клянусь говорит господь так что ангел ангел господин это также как господь как потому что ангел говорит для господа за господь бог его послал я посему ныне говорить сейчас чуть-чуть проходим и сказал мною клянусь говорить господь что ты сила то я благословляю благословляю тебя и умножаю умножу семя твое так что здесь как бы все благословения все продолжение здесь просто благословение как бы семя твое все нации мира будут как бы благословены через тебя потому что ты услышал голос мой и возвратился авраам к отрокам своим и встали и пошли вместе с в в вирсави и жил авраам в вирсави так что для них это как бы ничего не произошло он им просто сказал посидите здесь пока когда мы придем авраам ушел с исаком и назад пришел и они как бы не не чувствовали ничего драматичного что авраам и исаак испытали и это что он возвратился в вирсави и потом уца и все это конец просто здесь имена нет смысла их повторять потому что мы их все равно не запомним так что я думаю наше время здесь уже почти закончилось так что возьмем чуть-чуть перерыв и когда вы назад придете то вы будете делать эту работу детектива и вы будете видеть как язык переворачивается и вы будете проверять между красным и между синими как бы словами и вы будете идти просто и так что вы увидите что эта история идет как бы во времени что большое спасибо вам а шалом шалом что слушали меня шалом шалом сегодня это порция торы которые мы имеем одна из самых особенных порций торы во всей библии и на одно из самых важных учений которые вы найдете в библии и почему я это говорю и это из-за потому что находится здесь имя божье и и в английском она часто сильно как бы сокращенно или как бы сильно просто переводится мы не хотим чтобы эти как бы стихи из библии были упрощены сильно мы хотим чтобы вы могли как бы жевать их в духовном смысле как бы чувствовать их и вы будете вы не будете просто назад сидеть и как бы слушать вы будете сами работать и вы будете как бы вы видели бумажки которые здесь есть они есть в пару разных цветов и эти цветы разные цветы очень важны цвета любой перевод будет короток от чтобы передать полное как бы значение этой главы кроме еврейского языка и мы превращаем вас как бы как бы в библейские как бы fbi как бы агенты вы будете изучать слово божье как как инвестигатор как детективы и почему эти как бы детективы или секретные агенты потому что мы будем делать эту работу которая как бы как бы расшифровывать текст списания и первое что ты делаешь когда ты делаешь детективную работу первое делает как бы инвестигацию но детективы всегда использует как бы как бы собственное осуждение и также детектив всегда строит как бы график времени чтобы понять что когда происходит так что мы не получим как бы полную картину если мы прочитаем все как бы сначала до конца но мы будем чуть-чуть прыгать с одного места в другое одно что я чук об установить здесь и мы это видели с пастором марком в библии и пастор марк как бы пробовать находить правильные слова севрита которые бы подходят к английскому языку вы не должны быть великими какими-то еврейскими учеными но вы просто должны понимать между красным и синим так что это будет работа которую вы будете делать я попрошу чтобы также построили на еврейский текст и чтобы вы нашли разницу между словами и про все вообще что это люди говорят когда первый пришел сюда как бы здесь вреда троицы и я думал что это только принадлежит к христе христианам и в израиле я знаю что наш только один бог нету два или три но 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 люди очень начать как бы найти секреты как бы библии и они находят очень как бы как бы может делать очень разнообразные интерпретации того что происходит на небе и мы должны понимать что то все в библии это есть факты но все остальное что люди как бы сами делают это просто сами люди придумывают они как бы строят свой перспектив библии и опробует менять значение библии но мы знаем что чем ближе мы будем к слову божьему чем лучше мы не можем как бы отступать от слова божия и пробовать что-то сами в себе как бы делать так что нету как бы другой версии библии есть только одна версия библии есть переводы и у ну у них всех как бы то же самый смысл и и и когда иисуса просили спросили и он сказал что ни одно слово не может быть изменено из до конца времени как бы из библии и это значит что и сейчас в еврейском мире библии библия которая у них есть это та 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 же самая библия про которую иисус говорил и в этой книге на которой пастор марк работает она как бы очень близко к сорт и одно когда я говорил с моей дочь дочке которая в израиле и она мне что-то сказал что я никогда не заметил есть вещи библии которые 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 я я хочу с пастором марком поговорить и она она будет в библии но вы увидите здесь перед даже не он наверно знает но он читает на английский но вы увидите великолепную как бы разницу когда вы будете детективами и и вы увидите перед вашими глазами очень как бы четко начнем с идеи структура а как бы того что происходит на небе самое большее что мы можем знать это с того что написано в библии и остальное это просто люди придумают и мы не хотим ничего придумывать в израиле часто говорят что есть только один бог и не то тут нету троицы нету как бы и и что мы здесь увидим сегодня что что троица не только нету написано и в старом завете но и она она написана и она и она видно там но ту что пастор марк делал три недели назад берашит переходим через слово ерахим элохим в еврейском языке закончится с как бы им звуком и каждая как бы существительная на еврейском языке есть или мужского или женского поля и им это значит что мужского пола существительное слово и также что но не единственная как бы множественного рода на еврейском языке она заканчивается в им это значит не единственном роде а множественным и это так часто что в израиле как бы люди просто даже об этом не думают и они просто читают это как единственном роде но мы покажем здесь что это не в единственном что здесь как бы некоторые предложения показывают больше чем мы когда-то раньше видели так что синие слова будут в единственном роде когда вы говорят слово друг на иврите то вы уже как бы показываете мужского или женского поля как бы нельзя сказать друг и не а сказать пол их не если они мужчина или женщина вы говорите слово you по-английски это вы как бы чтобы сказать я люблю тебя это не то же самое как сказать я не хочу сильно зайти грамматику вы можете как бы слово you по-английски использовать в разных способах но давайте сильно в это не будем загадить но на иврите есть четыре разных слова для you и и она как бы каждое слово имеет особенное значение как бы к на английске когда я говорю you она не всегда поднят на кому я это говорю you как бы вы переводится вы можно на иврите есть четыре слова для вы есть а то это как бы для мужского пола от это вы для женского рода это вы как бы множественном значение и потом есть оттен это опять вы это только для женщин так что есть четыре как бы слова вы на иврите от там оттенк и на английский нету этого и английский язык просто очень как бы короток когда приходит для коммуникации на еврейском языке как бы намного можно точнее передавать идеи и значения потому что есть как бы есть такая точность в языке на еврейском языке оно очень четко все это что вы сейчас будете делать вы будете нагадить эту четность еврейского языка так что агенты начинаем работу в первом стихе оно в синем есть ваера так что мы мы это объясняли раньше почему мы не евреи не говорят слова но это целая как бы тема на собственном есть много имен для бога и даже адонай слова данной переводится на английском просто как господь мы как бы одна причина это что есть десять заповедей и 10 заповедей из 613 и 10 как бы считается главными и одна из них это не бери как бы ну я не не скажи имя бога напрасно и даже в этом предложении когда кто-то говорит имя бога оно должно как бы быть сказано напрасно оно не должно быть сказано неправда и на английском оно даже как бы переводится как наверх как бы оно поднимается вверх как как молитва когда ты говоришь слово бога любое имя бога это что оно даже есть как бы дирекция как бы движение куда это слово идет вперед-назад когда когда вы говорите молитву у его есть движение и это движение идет вверх на еврейском переводе так что я просто хочу показать вам эти великолепные как бы примеры еврейского языка на на еврейте ты не говоришь молитву ты ты поднимаешь молитву она молитва поднимается так что одно из десять заповедей конечно говорит не говори имя господа напрасно и потому что это открыто для как бы ну для как бы для интерпретации и как бы точно нету знания как бы вот это напрасно так что например кто-то молится знаешь и просто например если один человек молится за хорошие оценки для своего для своей дочки а другой молится для новой машины как бы что две две сто тысяч долларов машины то некоторые может сказать что ну это же как бы напрасно использует имя бога как бы зачем молиться что ну чем то что бог как бы и просто из-за из-за этой причины евреи берут такую берут эту позицию где где они пробуют не говорить имя бога напрасно так что и даже если есть один процент шанс что кто-то как бы неправильно использует имя бога напрасно то лучше просто не взять этот как бы шанс одного процента это идея у них как бы и это как это как иисус христос сам в новом завете берет как бы ту же самую позицию и и как бы позиция христа это как умра и это значит что как бы очень четко заповедовать закон и и господь явился ему в месте амре когда он сидел при входе в шатер и как в любой истории это как бы показывает что будет и здесь что авраам видел не в не в не в не в сне но в жизни он видел бога самого так что есть как бы это предвещание что бог сам ему явился а в шатре при входе в шатер и теперь будет много как бы переходов между красным и синим смотрим здесь второй стих вы читаете по английски я буду читать он возвел возвел очи свои в и взглянул и вот три мужа стоят против него и тут слово иса которое то же самое значение как поднять молитву вместо того чтобы говорить молитву мы знаем что это поднять молитву и и вот три мужа стоят против него три мужа стоят против него ну вы знаете что мы тут уже было написано как бы предвещание что он видел бога господа а на иврите как бы есть сильнее слово которое не просто значит стоял а как бы значит как бы стоял над ним почти они как бы они были выше чем он как бы сильнее чем он это как они показаны и потом здесь увидев он побежал навстречу им и здесь написано да они когда он увидел их они они так что здесь множество нам как бы числе и и потом здесь написано и поклонился до земли и в третьем стихе и сказал владыка слово адонай на еврите значит значит господа как бы и в множественном так что точно как адоним это как господа все что заканчивается в ай это как бы значит как бы мое так что все что заканчивается в как бы этим звуком ай на иврите это значит мое как бы мои руки мои уши мои дети все заканчивается звуком ай и посмотрите на адонай владыка если я обрел благоволение предачами твоими так что он говорит адонай господа потому что он говорит к тре их трое там три мужчины вы замечаете что здесь происходит три мужчины стоят как бы над ним он говорит адонай мои господа как бы мои владыки и и потом он переворачивает и говорит я если я нашел как бы если я обрел благоволение пред очами твоими это в единстве как бы он отпрощается кому-то единственному так что оно как бы это чередование между множественным и единственным не пройди мимо раба твоего и здесь на иврите на иврите тут понятно что их трое и он говорит к одному так что вот здесь он понятно говорит к одному из этих трех и в четвертом стихе и принесут немного воды и омоют ноги ваши их ваши это как бы кого и и здесь написано и вы моете ваши ноги вы в множественном так что каждый раз у в конце это когда ты обращаешься к больше чем одну когда в множественном числе так что он как бы им говорит а отдохните отдохните под всем деревом так что первым он сказал в твоих глазах он говорил в единственном теперь он переворачивает как бы он он опять начинает он уже не в единственном а в множественном говорит и он сказал а я принесу хлеба а вы подкрепите сердца ваши так что здесь он продолжает говорить к всем как бы множественным и и потом пойдите так как вы видите как вы идете мимо раба вашего и потом они сказали так что мы понимаем множественном они сказали сделай как ты говоришь так что здесь понятно что трое из них говорят нему и мы чуть чуть дальше посмотрим потому что мы хотим как бы смотреть на это как бы эту граф как бы графику времени так то в единственном стихе есть как бы отдельная история а в седьмом стихе и побежал авраам к стаду к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку и тот поспешил приготовить его библия никогда не написано в библии закона нету закона библии где написано не кушай мясо и молоко но че люди это делают боятся как бы иметь молоко и мясо вместе все что в библии написано два или три раза что нельзя как бы готовить огненка как бы в молоке его матери как бы нельзя приготовить как бы так что здесь как бы неправильный смысл что бог не сказал я нечего что вы кушали молоко и мясо вместе такого нету но есть что не приготовь как бы огненка или козла в молоке его матери но как бы что здесь история или как бы какой смысл есть если бог хотел чтобы люди не ели молоко и мясо вместе то он бы это сказал но такого нету и те которые это говорят это просто неправильно неправильно это берут в то время у хананят у них они брали как бы молоко 30 дней у как бы и у них как бы была ужасная как бы такая традиция у народов которые жили возле израиля которые они кипятили как бы огненка в молоке его матери как бы во время какого-то праздника ихнего и они жили возле израильтян и это почему бог дал этот закон чтобы не делать то что они делают восьмой стих и авраам пробует быть как бы очень хорошо принять этих гостей и так что здесь написано и взял масло и молоко и теленка приготовленного и это не то что он кому-то это дает но он это как бы можно сказать самому богу это и некоторым этим которые существам которые пришли с богом и он им дает масло и молоко и теленка так что если стих закончился здесь и кто-то хотел продолжить их не как бы как бы может у кого-то если есть личное воображение то не скажет что а и здесь написано сам стоял подле них под деревом и они ели здесь написано и они ели то что если бог кого-то попросил не делать это а потом сам ел это что если бог может это кушать то люди тоже это могут кушать без никакого страха так что масло молоко и теленка они сели так что это просто мое личное как бы мнение на это учение где люди говорят что нельзя кушать молоко и мясо вместе мы чуть-чуть здесь пропускаем чтобы эту графику времени соблюдать и мы посмотрим прям на 20 стих мы продолжаем нашу работу здесь так что соблюдаем особенное внимание к ивриту 20 стих кто здесь говорит о единственном или множественном как бы числе в единственном да в синем оно в синем у вас написано на листке так что это значит что в единственном на английском тоже правильно написано и сказал господь единственно и сказал господь вополь содомский и гоморский велик он и грех их тяжел он весьма и смотрите это господь в двадцать первом стихе кто здесь говорит то же самое да в единственном бог сойду и посмотрю точно ли они поступают так как поступают так как вопли на них восходящие ко мне или нет узнаю так что бог говорит я я сойду на низ туда и и и просто то значение что как бы бог говорит у меня есть как бы какие-то слухи что люди делают это но я лично пойду и проверю и как бы если нет то я узнаю он я проверю я узнаю я лично проверю и узнаю и это бог говорит я пойду и проверим ну посмотрите в следующем стихе что происходит ваши глаза уже видят разницу между синим и красным теперь оно 23 стих красным так что в двадцать первом стихе бог говорит я сойду и обратились мужи оттуда и пошли в садом а так что и обратились мужи оттуда оттуда и пошли в садом авраам же еще стоял пред лицем господа так подождите так что не все они ушли мужчины они не поставлен номер но они повернулись и пошли в садом авраам же еще стоял пред лицом господа с нашей простой математикой кто пошел в садом сколько двое пошли в садом потому что один еще остался и мы знаем что их трое было вместе здесь написано что авраам же еще стоял при лицем господа и в двадцать третьем стихе и подошел авраам и сказал неужели ты погубишь праведного с нечистивым и здесь что интересно что подошел авраам так что он как бы приблизился к богу и это физически значит что бог стоял пред ним как бы и он спрашивает бога такой вопрос неужели ты как бы истребишь праведного с нечистивым и мы чуть чуть дальше как бы чтобы держать эту как бы временную графику мы дальше чуть чуть будем пропускать чтобы понять что здесь прошло лучше это что пропускаем дальше в быте 19 первый стих и быстро просто смотрим глазами кто здесь как бы влечены в красном так что значит в множественном числе и пришли те два ангела и теперь их называют ангелы но стихи предыдущие их называли мужчинами а теперь библия уже дает им это имя ангелов и пришли те два ангела что они приходят и куда они пришли они пришли в садом вечером когда лот сидел у ворот города садом и лот увидел бояр это увидел и встал чтобы встретить их и поклонился лицом до земли так что он не знает кто они как бы библия нам лишь не англия но он не знает что ангелы он просто видит двое двое мужчин не было много заправок я думаю на пути а я думаю когда люди путешествовали они были очень холодные они должны это как бы было их не гостеприимство в то время и как бы все как бы в там знаний как бы знали что надо быть очень хоста прими хочется приемными и и что он дальше говорит например адонай и здесь здесь есть другой классный об этом как бы и здесь это значит как бы как бы мужчины и сказал государь и мои так что как бы он говорит господа государь и мои но он не знает кто они точно и потому что это слово адонай чуть чуть не по-другому написано это позначит государь и мужчины зайдите в дом раба вашего и и ночуйте и это как бы великое как бы гостеприимство с его стороны он говорит умойте ноги ваши и встаньте поутру и пойти пойдете и каждое слово здесь втором стихе последнее слово все заканчивается в этом звуке м которое значит что это множественном числе мы дальше чуть-чуть смотрим и мы идем дальше в начале были мужчины потом господа с большой буквы потом ангелы а теперь опять господа ну или государи с маленькой буквы так что просто за последние две главы их не имя поменялось это или как им обращаются поменялось пять раз и вопрос а когда мы дальше читаем то мы видим здесь что люди садом а хотели сделать как бы великое зло и и как бы эти две два ангела которые зашли в город они ослепили людей которые хотели сделать так что давайте дальше посмотрим стих стих тринадцатый и они говорят ему что здесь очень как бы люди этого города хотят как бы изнасиливать этих двух мужчин и и лот он 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 показал как бы великое как бы лот говорит что не трогайте их как бы вы возьмите моих дочерей но не трогайте этих мужчин не тройте этих мужчин и он даже защищает этих гостей больше чем свою семью но два мужчины которые в его доме которые мы знаем что они уже ангелы и они ослепили всех и теперь в тринадцатом стихе они объявляют лоту как бы свою миссию ибо мы истребим сие место потому что это велик вопль на жителей его к господу так что они рассказывают ему свою миссию и они они как бы делают эту как бы подтверждение что да здесь есть этот грех в этом городе и этот город будет истреблен когда еще авраам говорил с богом если написано и по господь послал нас истребить его так что господь посылает как бы ангелов на эти важные как бы миссии это миссия и господь послал нас опять будем чуть-чуть пропускать и смотрим уже на восемнадцатый стих и что вы видите на зеленом это что же поменяли в переводе марк плица посмотрите на английском и что как бы на английском на русском также написано что вы видите фредди что ты видишь это важно подойди сюда пожалуйста к сцене подойди из прочитай с библии и лот сказал им нет владыка сказал сказал им сказал им нет владыка что за английский это сказал им или в нашей ситуации русский язык но тот же самый перевод им нет владыка если он говорит им то он должен сказать владыки да чтобы в множественном числе но он говорит владыка на иврите здесь слово адонай и здесь этот гласный который ставится когда говорит с господом и он уже понимает с кем он говорит лот уже сказал им нет владыка так что в этой ситуации они уже сделали это чудо они уже сказали ему свою миссию и он их уже назвал по имени как бы бога так что девятнадцатый стих оно опять переворачивается и оно опять как бы стает синим а вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими и велика милость твоя которую ты сделал со мною что спас жизнь мою но я не могу спасаться на гору чтобы не застигла меня беда и мне не умереть так что он здесь говорит обои им он как бы говорит обои им но он теперь говорит уже в единственном числе и он в двадцатом стихе говорит вот ближе бежать в сей город и потом в двадцать первом стихе он продолжает и сказал ему и сказал ему кто это как бы кто сказал бог да бог сказал так что двадцатом стихе вот ближе бежать в сей город он же мал побегу я побегу я туда он он же мал и сохранится жизнь моя и он получает ответ в двадцать первом стихе и сказал ему и сказал ему и это опять будет переведено по-другому в марк петлице переводе и сказал ему вот угодность тебе я сделаю и это и угодность как бы я я на твоей стороне я как бы приму то что ты говоришь не 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 спровергну города о котором ты говоришь поспешай спасайся от туда ибо я не могу сделать дело до коли ты не придешь туда и это тот который уже был послан богом чтобы истребить этот город этот ангел он говорит что я ничего не смогу сделать пока ты не дойдешь в этот другой город о котором ты сказал и потому и назван город сей сигор сигор это как бы значит мал и здесь видно раньше что он говорил маленький город и вот стих который моя дочь нашла в библии она мне написала и я не мог поверить этому на следующей странице бите 35 все нашли бите 35 шоссе и пришел иаков в луз что в земле ханананской то есть в вефиль и пришел иаков в луз сам и все люди бывшие с ним и смотрим следующий стих 7 и устроил там жертвенник и назвал все места эль фивель вефель ибо тут явился ему бог когда он бежал от лица брата своего мы еще это не поменяли в переводе марка блица но здесь не бог явился ему и посмотрим в красном здесь написано а здесь слово используется на русском переводе явился ему бог но на иврите написано в множественном как бы не в единственном числе а в множественном и и очень как бы остро здесь и надо это заметить как бы тут можно сказать на английском и на русском так же это не видно потому что это еще не сделали это в переводе потому что в иврите здесь написано в множественном числе один раз в библии где что 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 сам глагол в как бы множественном у в конце значит значит что множественном я не хочу говорить бои потому что это как бы звучит странно и господа это тоже звучит странно но здесь как оно написано в а в еврейском языке если вам надо еще как бы а как бы а доказательства о святой троице то прочитаем в исаи 48 16 книга исаи это старый завет исаи это часть старого завета и посмотрите что здесь написано приступите ко мне слушайте это я и сначала говорил не тайно с того времени как это происходит я был там и ныне послал меня господь бог и дух его так что опять здесь я был сначала важная часть здесь и здесь написано и ныне послал меня господь бог и дух его так что здесь три личности я тот который говорит бог бог создатель и отец и дух его послали меня видите послали меня так что здесь как бы очень четко видно троицу так что кто здесь говорит кто 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 еще был сначала кто был послан на землю отцом и духом богом отцом и духом конечно иисус христос еще так что так что кто еще может сказать что как бы доказательство троицы только в новом завете это неправда и в старом завете есть троица возьмите маленький перерыв и мы начнем иврекика адонай ваишмарека яэр адонай панави лека вихуника ясо адонай панави лека виасем лака шалом the lord bless you and keep you the lord make his face shine upon you and be gracious to you the lord lift his countenance upon you and give you peace now wonderful name ия ашер ия amen see you next week а